Ребят, всем привет! С вами Станислав Андреевич. Я давно, уже давно, несколько лет обещал показать свою коллекцию. Ну, я, наверное, не коллекционер, а собиратель купюр, бонов, которые я там собираю. И вот, наконец, я добрался до этого. Давайте посмотрим, кому интересно. Я сейчас с вами заодно такую проведу некую ревизию. Я начал сейчас перекладывать их, перевкладывать для того, чтобы они были в какой-то некой последовательности. Азия, Америка, Южная, Америка, Северная, Европа. Но у меня не хватает, на самом деле, вот этих вот, ну, куда вставлять, короче, файликов. Плюс, ну, это очень долго, поэтому я решил, вот так, как они у меня разложены, показать. А потом, как-нибудь, проведу сам на сам ревизию и все это, все это, ну, нормально, ну, там, не то, что скомпилирую, я разложу так, как надо. Давайте начнем. И хочется сказать, что практически, ну, я где бываю, я там всегда, если где-то натыкаюсь, специально, ну, на каких-то сайтах, на форумах не сижу, не покупаю. Ну, если где-то, как приезжаю, на барахолке, в какой-нибудь магазинчик там, ну, типа там вот, который продает там старину и так далее. Я зайду, они там есть, я покупаю. Плюс, если я нахожусь за границей, в той стране, где я есть, где я бываю, я там стараюсь выменить, там, может быть, там, не обязательно действующие купюры, но и прошлые. Цену их я, если честно, не особо знаю, ну, как бы, я говорю, я не коллекционер, скорее собиратель. Но они мне нравятся, очень прикольные и интересно смотреть в каждой стране, они разные. Давайте начнем. Так, начало. Так, у меня, вот видите, ой-ой-ой, тут так все хрен переложишь. Начало. Это я был в Бразилии, и все вот эти купюры я притащил оттуда, ну, они там к Южной Латинской Америке имеют отношение. Это Гватемала, Гватемала, Уругвай и Чили. Вот, не знаю, кто это, смотрим на другой стороне. Ну, как бы, я еще, видите, если у меня разного номинала, я в одну кладу, как правило. Ну, иногда нет. В принципе, такие, ничего особенного. Вот, здесь прозрачная вот эта вставка, как во многих странах. Ну, так, я бы не сказал, что это очень красиво или так далее. Здесь, кстати, Лама, по-моему, в Чили. Здесь Аргентина, такие патриоти. Это я прям там, ну, рядом. Я до Аргентины не долетел, хотя очень собирался. Мексика, Мексика. Причем, разный номинал один и тот же. Я думаю, что какие-то более старые, какие-то более новые, как доллары там и так далее. Вот. Ну, возможно, и те, и те ходят сейчас. Вот эти, конечно, посимпатичнее. Они тоже, видите, с такой, с прозрачной этой. Вот. На обратной стороне Аргентины, ну, тоже ничего особенного. Мексика, бабочки. Сейчас я достану, посмотрю вместе с вами. Так, вот. Здесь какой-то другой, такой серьезный чувак. Вот видите, здесь прозрачная. Ну, на многих. И сзади, ну, так. Это Песо. Песо. Так, здесь как бы ничего особенного. Есть прям реально красивые купюры. Бразилия. Там я был. Это Реалы. Вот. Это тоже Бразилия. Это я купил, ну, там, какой-то там, ну, даже не блошиный рынок. Там везде стоят какие-то люди. Ну, страна небогатая. Продают какие-то, ну, там, какие-то старые шмотки, какие-то старые там вещи. Ну, как на барахолке, как на блошином рынке. И какой-то там старичок продавал вот эти купюры. Это Крузадос, Крузейрос. Ну, старые, там, им 50 лет назад такие в Бразилии были бабки. Примерно. Я не знаю. Напишите, кто знает. Я у него купил. Ну, потому что, ну, такой некий раритет. Они, кстати, вот здесь, бразильские, обратите внимание, на Реалах 2, 5, 50. На обратной стороне животные. Очень прикольно. Ягуар. Это какой-то, ну, там, как это, вид обезьяны. Вот. Цапля, черепаха. Это, я думаю, тоже какая-то, ну, и выпь. Вот. Прикольно. А вот на этих старых, да, сзади, ну, прям целые, ну, не знаю, видите здесь, европейцы ступили на землю Бразилии. Ну, прикольно, короче, прикольно. Это я все-таки немножко скомпилировал наполовину. Видите, Латинская Америка. Колумбия. Колумбия, Песа. Это тоже Колумбия. Тоже Колумбия. Ну, не знаю, наверное, разных эпох, периодов. Это прикольный, кстати, рисунок. Это Венесуэла. Венесуэла. Сейчас покажу на другой стороне. Давайте посмотрим. Прикольно, кстати, на Венесуэлу. Боливары. Вот. Какое-то растение цветущее. И какая-то 13500 написано. Так. Вот, смотрите. Вот еще Венесуэла. Вот. 10-20-50. Это я Сочи, кстати, привез, там купил. 100-200-500. Но они мне очень нравятся. Не знаю, отображается ли цвет, но они прям очень красивые. Такого розового, голубенького цвета. Цвет морской волны. И тоже сзади животные. Не знаю, пума, муравьед. А здесь какие-то, ну, вот их я не знаю. Это, ну, какие-то деятели Венесуэлы. Вот. Птицы, ворон, там, обезьяна какая-то. Вот. Далее. Тринидад и табага. Ямайка. И Куба. Куба, как обычно, с Че Геварой и с кем же еще. Вот. И они, кстати, заметьте, все три красного цвета. Красным отливают. Ну, кубки-то вообще-таки дешевые. Эти самые. Ну, дешевые. В смысле, как-то вот, ну, знаете, бывает вот кач. Ну, даже вот, поинтереснее, да, купюры. Тайские баты. Это донги вьетнамские. Это баты тайские. И, кстати, там в Тае, тут у меня их несколько. В Тае это индонезийские рупии. На Бали я каждый год летаю. У меня их тоже много. Они тоже разные. Как бы, 10 такие, новые. Я говорю, Валуево. Зачем Валуево поместили? То есть, тоже они их меняют. Старые, новые. Вот. Там часто идет смена денег. В Таиланде то же самое. И, кстати, какие-то подборки. Это их король, по-моему, насколько я знаю. Какие-то подборки стоят очень недешево. Там прямо они лежат. Ну, блядь. Ни хрена не дешево. Вот. Таиланд, Индонезия и Вьетнам. Вот. Китай. Юани. Тоже, кстати, Китай. Но не знаю, как там у них. Может быть, старый. Южная Корея. Это вот пацан летел как раз на Бали через Южную Корею. Я его попросил, он мне подогнал. Вот. Такой прям старичок. Хангельдон. Вот. Тут написано Юань. Это тоже Юань. Корея. Это Северная Корея. 10.55. Надо будет разложить. Там товарищки Мерсен. Там тоже, что у нас. Я уверен, что у них то же самое все идет по плану. Я так понимаю, они действующие. Сейчас тоже в Сочи я купил. Вот. Ну, здесь, как обычно, там красное знамя. Труд и серп и молот и так далее. Тяжело сказать. По-моему, это камбоджийский. Я был в Камбодже. Я там очень много накупил. Там разных эпох. Там деньги менялись. Там полпот правил. Они там постоянно менялись. Вот. Они такие ничего. И в общем-то все не представляют. Номиналы там крошечные. Ни хрена не поймешь. На латыни вообще почти ничего нет. Но написано, да. Камбоджа. 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 Это Реалы, кстати. Хотя в Камбодже. Ну да, Реалы. Вот. По-моему, тоже. Камбоджийские. Разных номиналов. Вот это точно, точно. Наверное, тоже. Это нужно разбираться тем, кто разбирается. Реалы Камбоджийские. Лаос. Лаос. Кстати, Лаос еще. Я прям в самом Лаосе купил вот такую подборочку. Вот. То есть там, ну это сам. Видите? 2000. Ну, короче, они продают. Герб. Ну, как бы коллекционный. Ну, это, не знаю, действующие или уже вышедшие из обиходов. Ну, реальные. Это самое. Купюры. Ну, вот это действующие. То есть это вот мне дали сдачу имя. Какой-то чувак важный. Камбоджа. Сейчас. Это вообще ничто. Там какие-то... Вот они. Это камбоджийские деньги. Вот. Камбоджа прикольно. Вот. Вот эти стоят вообще ничего. Мне кажется, меньше копейки. И вот это тоже непонятно. То есть какая-то вот тоже из старины. Походу тоже камбоджийская какая-то копейка. В общем, Лаос действующий. Камбоджа действующая. А это вот какие-то уже... Это тоже Камбоджа, кстати. Вот. Вообще непонятно. Может вообще какой-то другой эпохи. Здесь, походу, Камбоджа. В общем, походу, любили в Камбодже. Бабки менять. Она, кстати, красивая. Здесь тоже ничего. Но здесь прям, смотрите. Я вот не пойму, что вот это. Было вырезанное. Такая большая купюра. Чувак пашет. Хлеба пашет с буйволами. Кстати, пока мы в Азии, еще я покажу вот в Мьянме. Тоже я прям купил там подборки. Продают их. Надо будет ставить сюда. Вот такие вот. Тут даже марки есть. Это деньги Мьянмы. Я забыл. Океаты, по-моему, называются. Вот. Вот. Вот такие. Раз. И еще. Это действующие. А есть разных эпох. И что меня здесь заинтересовало, это вот разных эпох. Мьянмы тоже купюра. Вот так я пройдусь. Вот. Заинтересовало. Вот это вот. Видите? Красненькое. Это времен японской оккупации. Рупия. Рупия. Японское правительство. Тен Рупи. Так у них деньги киято называются. В общем, вот вроде с Азии. Ну, не со всей, но с юго-восточной. Пока все. И лежат вот такие вот реалы камбоджийские. Вот. То есть, такие большие. Их тоже надо вставить. То есть, в Азии я набрал всего. Конго. Центральный. Тут сейчас перемешку почти пойдут. Центральный банк Конго. Это африканский слоник. Вот, кстати, опять Камбоджа. Надеюсь, мы сейчас с ней закончим. Ее больше всего, но они все разные. 20 гонконгских долларов. Вот. В Гонконге не был. Но, думаю, как-нибудь, дай бог, побываю. Банк Индии. Индия. Джо Харал Неру, я не знаю. И Шри-Ланка. Такие цветастые прям очень Шри-Ланки. Вот. На обратной стороне Конго какой-то трамвай. Мне кажется, это единственные крупные дома в Конго. Индия. Тигр. И на Шри-Ланке какие-то танцующие люди. Вот это прикольно. Это. Так. Ирак. Иран. Это не Хамени, случайно? Динары иракские, реалы иранские. То есть, вот я их рядышком положил. Вот. Прикольно. С Адам Хусейн и Атала Хамени. Это реалы Катара. Тоже они, кстати, прикольные. Вот. Тут верблюд, птички. Такие. Ну, мне нравится сзади вот все в такая арабская вязь. Ну, вообще прикольно. Прикольно сделано. Это Катар. Катар. Я через Катар летаю на Бали. Вот. Катарскими линиями. Это мне знакомый чеченец привез. Он, ну, летает в Мекку на паломничество постоянно с Саудовской Аравии. Это я где-то в Тайпом купил Афганистан. У меня там, я в Афганистан не собираюсь. Но вот не знаю, действующий или нет. В общем, реалы Катарские. Очень мне нравится, как сзади оформлены. Кстати, Саудовская Аравия. Тоже прикольно оформлены. Ну, и здесь очень бедно сделанные афганские деньги. Five pounds. Это фунты египетские. Это пиастры. Это мелкая монета. Ну, знаете, как, не помню, были у нас там копейки, не были. Ну, вот, 10 пиастров. Банк Малави. Дальше пойдет уже в разнобой. Вставил. Хотя нет, сейчас немножко Африки будет. Вот. Twenty Quacha. Прикольные вот. Египетские, они тоже, кстати, прикольные. Вообще, арабские прикольные. Нигерия. Это у меня близкий сейчас в Нигерии. Он меня подогнал. Он застрял там на карантин уже больше, чем полгода. Гвиана. Я так понимаю. И Мозамбик. Республика Мозамбик. Вот. На обратной стороне, ну, как бы, ничего особенного. Вот это прикольное. Я покупал в Сочи, кстати, давно. Один рубль, три рубля, пять рублей. 38-х годов. Такие здесь рабочие. Какой-то этот самый шахтер. Здесь красноармеец. Здесь летчик красноармеец. Ну, прикольно. В хорошем состоянии. Вот. Один, два, три рубля. Три коллекционных 100-рублевки. Это Олимпиада, Крым и футбол. Вот. Футбол, кстати, только сейчас приобрел. У меня не было. Ну, прикольно они. Красивые. Пусть будут. Они, кстати, ходят. 300 рублей. Ну, 100 рублей. Ну, продаются за 300. 500 северских динар. Я так понимаю, старые. А, нет. Да, 41-й год. 41-й год. Военные еще. Первый мировой. И вот эти я покупал в свое время. Блин, так блестит. Видно, не видно. Один червонец. Три червонца, пять червонцев. Это какие года? Да, по-моему, 20 какие-то. А, не, врут. До 37-го. С 37-го, по-моему, уже стали вот такие рубли, как вот эти. Поправьте меня, кто знает. Вот. Ну, прикольно. Видите, большие. С дедушкой Лениным. Прям круто. Сзади, как обычно, на языках Советского Союза написано. Югославия, Югославия, Югославия. Разложил это, та самая Югославия, в которой правил, как говорил товарищ Сталин, бандит Тито. Это какие-то, ну, наши ассигнации старые, еще дореволюционные. 10 рублей, 250 рублей. А, это не, не, это уже после. Это какой-то кредитный билет. Это вот 18-го года, да. Это, мне кажется, дореволюционно. Узбекистан, 92-й год. Ну, мне кажется, сейчас-то там другие. Вот. Республика Бурунди. Ну, тоже, по-моему, уже там другие. А может быть и нет. Вообще-то, очень дешево сделано. Это последние, по-моему, 5 фунтов. Вот такие новые. Вот. С Черчиллем и с Королевой, естественно. Да, Бурунди, это ощущение, что просто бумажка. Знаете, в этих, монополия там. Это, не знаю, как называется, Армения. Азербайджан. Поставил рядом. Думаю, ничего страшного. Это старые наши. Я хорошо помню. 200, 100. Вот. В начале 90-90-93 год. Это какие-то марки. Только я не знаю, какого периода и чьи. Немецкие, может быть, там, австро-венгерские. Не знаю. Кто знает, скажите, пожалуйста. Я просто не силен. Я купил там что-то. Как-то не так, как достались. Гривна. Казахстан. Очень прикольная. Очень красивая. Мне подогнал, по-моему, Соломонов Стас. Вообще, очень желтая. Круто сделана. Мне очень нравится. Ну, это вот, опять же, Югославская. В продолжение к тем, что мы видели. Так. Немножко опять Камбоджа. Это хорватские, 5000 хорватских динаров. По-моему, 40 какого-то, а нет, так какого года. Сейчас посмотрим. Куны. Эти самые динары. Куны, они, по-моему, вот как раз военного, военных годов. Вот. Загреб. Ну, вот. Такие вот. Хорватия. Времен усташей, наверное. Багамы. Мне еще Мальдивы надо забрать. Там девочка мне должна из Грузии. У меня нету. Сербские. Вот. Банк Сербия. Динары. Это Молдавия. Лея. Через Молдавию я летел. Это я был в Черногории. Там много взял и хорватских, и сербских, и македонских. Летел через Молдавию в Италию. Вот. Ямайский, кстати, прикольный. Леке. Это Албания. Вот. Я ездил в Албанию. Мы катались в Тирану. Вот оно тоже. Это Югославия. Динары. Еще когда это было Югославии. Македония. Такое ощущение, что нарисованы карандашом. Очень прикольно сделаны. Это динары, по-моему, хорватские. Ну, не знаю, может быть, они сейчас не в ходу. И Босния-Герцеговина. Это вот здесь Балканы у меня. Тоже дешево так сделано. Вот Македония очень прикольная. Это, не знаю, немецкая. Нет, это оккупационная. Вот. Марка, не знаю, где-то на оккупированных Третьим рейхом территориях. Она ходила. Лиры турецкие, действующие ныне. Лев. Болгарские. Я был в Болгарии. Но они там были другие. Это уже после того, как у них тоже коммунистический строй пошел пиздой. Франки. Старые, французские. Это все еще до евро. Смотрите. Вот. Украина, Белоруссия, Приднестровье. Один рубль. Там еще, по-моему, у меня где-то есть. Ну, сто чего-то там. Шекели. Это гульдены. Это вот до... Ну, шекели понятно. Это действующие гульдены. Нидерланды, Голландия. До евро. Франки тоже. Вот. Такие красивые, кстати, оранжевые. Песеты. Это Испания. Кипрские. Лиры. Это, кстати, венгерская. Ну, не такая она. Не очень частая. 36-й, по-моему, год. Венгерские деньги, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Будапешт. Вот. Старый добрый косарь. Это советские рубли. И вот 10 купонов Приднестровья. 100 рублей Приднестровья. Соточка. Неплохие деньги были в Советском Союзе. Вот. Я был в Болгарии. В 90-м. Вот. Там такие левые были. Они были копией рубля. Только вот с болгарскими чуваками. Украина. Какой-то купон старый. Это тоже непонятные марки. Там. Евро. Но они разные. Старые, новые. Рубли. Это, кстати, по-моему, Мальдивы. Выпустили единственное, по-моему, кроме России, чемпионату мира, который проходил у нас в 18-м году. По-моему, да. В 18-м или в каком? В 16-м. Ну, короче. Выпустили купюру, приуроченную вот у себя. Вот. Я ее нашел. Лиры итальянские. Вот. Это Кыргизия. Доллары. Ну, тут старые и новые. Мадагаскар. Это... Это Швейцария. Это вот фунты. Не те новые, а вот... Ну, тоже действующие, так понимаю. И Мозамбик. Так, ребят. Ну, вот вроде и все. Вот моя такая... Ну, это не коллекция. Ну, назовем это коллекцией купюр. Вот. Я покупаю... Ну, не гонюсь там за дорогими там и так далее. Конечно, хочется в хорошем состоянии, но... Как бы... Ну, не, это просто прикол, да. Все-таки вот так полистать, они красивенькие и так далее. Все, ребят. Спасибо всем тем, кто смотрел ролик. Я очень сильно благодарю тех людей, которые подписаны на мой канал как спонсора моего канала. Вы реально делаете мой канал лучше. Вам прям реально братский. Ребят, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии. С вами был Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким. Берегите себя.